В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. В КП Одессгорэлектротранс прокомментировали возгорание трамвая в районе лагеря «Молодая гвардия». В качестве причины называют короткое замыкание в кабине водителя. Сам пожар на месте ликвидировали сотрудники ГСЧС. Также Жема сообщила о создании комиссии, которая окончательно выяснит причины возгорания. В настоящее время в больнице с ожогами рук остается водитель трамвая. Пассажиры, которые доставили в одесскую больницу, уже находятся дома. Вагон был модернизирован 10 лет назад. То есть он был полностью модернизирован. Там была установлена новая система, поэтому вагон относительно был не старый. В этот вторник, 5-го числа был как раз выпуск во втором депо. То есть вагон был осмотрен и технически он был готов. То есть акты выпуска есть, поэтому техсостояние вагона было нормально. Мы осматриваем несколько вариантов. Я бы сейчас не хотел говорить, из-за чего это могло быть, потому что нет еще информации точно. Мы сейчас дождемся результатов комиссии. То есть мы узнаем, что послужило поводом. И, соответственно, после этого будем делать выводы, что послужило, так сказать, очагом. А что касается водителя, то на данном этапе, что нам известно, по водителю замещания нет. Все, что он должен был сделать, он сделал. Родители детей из ансамбля «Адель» проанализировали видео начала пожара Виктории, которое на днях появилось в сети. Так, на официальной странице в Facebook родители утверждают, что возгорание началось не внутри комнаты, как утверждает экспертиза, а возле окна поблизости ко входной двери. Именно там, по их мнению, находился светильник, который из-за перепадов температур мог загореться. Таким образом, родители считают, что версия пожара от кипятильника несостоятельная. Свою правоту они доказывают приложенной к публикации схеме комнаты руководителя ансамбля «Адель» Татьяны Егоровой. В Одессе массово уничтожают деревья. На склоне в районе 13-й станции Большого фонтана уже спилили полсотни живых деревьев. Сегодня активисты пытались остановить работы. Представитель компании заказчика вызвал полицию. С журналистами он общался неохотно, отказался назвать свое имя и должность. Утверждают, что строить в курортной зоне ничего не будут, а деревья спилили якобы, чтобы укрепить склон. Анна Городенцева далее. Так сейчас выглядит 13-я станция Большого фонтана. Здесь прямо на склоне спирили свыше 50 деревьев. А вот зачем, пока непонятно. Говорят, будут проводить берегоукрепительные работы. На большинстве спиренных деревьях еще зеленые листья. Ими усыпан весь склон. Здесь наряд полиции. Правоохранители вызвал представитель компании застройщика. Общественность помешала им продолжить вырубку деревьев. По благоустройству территории, по укреплению склона. Ну, вам подходит такой ответ. А есть ли какие-то документы, разрешения? Какой-то план работать может быть? Все разрешения есть. А можете их показать? А почему? Нет. А почему такое большое количество деревьев спилили? Потому что собственник решил, что эти деревья он сносит. С журналистами представители заказчика общаются неохотно. Не называют свое имя. А вот эксперты в то, что укрепить склон можно путем массовой вырубки деревьев, не верят. Ведь именно для укрепления склона эти деревья не посадили. То, что мы видим, это то, что, во-первых, работы, которые проводятся, они проводятся без маркировки. То есть участок не огорожен. Мы не знаем, соблюдены ли границы. Я считаю, что удалены деревья, которые на примыкающем участке. То есть это воровство фактически у громады. Что касается законности получения этого акта, тоже есть большой вопрос. И также вопрос к городу, к управлению инженерной защитой. А вот у мэрии пока инцидент не комментируют. Заказчик показать документы отказался. Никто из компетентных органов за ходом работ не следит. И пока что массовый спил деревьев привлек внимание лишь прохожих. Нет слов для выражения. Просто вот увидела и думаю, а зачем это? Кому это надо? Кто нас спрашивает? Все решают там. Все деньги. Анна Городенцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер». В домах жителей на Шкодовой горе до сих пор нет тепла. Предупредительную акцию с перекрытием дороги протестующие продолжают до сих пор. Жители Шкодовой горы, которые требуют дать тепло в их дома, уже пятые сутки продолжают свой протест. За это время люди здесь организовали настоящий блокпост с круглосуточным дежурством. В обе стороны протестующие не пропускают транспорт. Исключение экстренных служб и маршруток. Такой режим люди обещают сохранить как минимум до понедельника. С каждым днем противостояние между протестующими и водителями только нарастает. И ночь – опасная пора для острых диалогов. Ночью мы остаемся буквально сами. Сами воюем с дальнобойщиками, сами воюем с агрессивными водителями, которые не понимают нас. Я еще раз говорю, мы приносим всем одесситам, всем, кому мы доставляем неудобства. И не только одесситам. У нас это крик души, это последнее. Все, что мы можем сделать. За почти неделю протеста нервы у всех на пределе и без эксцессов не обходятся. Участник протеста сегодня пострадал в результате наезда авто. А что вы автомобиль пропустили? Так я тоже могу, у меня свои проблемы. У меня свои проблемы. Надо скоро вызывать, потому что... Я и не мог, Сина, я... Приехал, я тебе стукнула по этим... По ветвине и сказала, стой! Человек на болгарских или на каких-то номерах не послушал нас. Начал выезжать на пешеходный переход и сбил, ну, скажем так, моя нога. Осталось у него под машиной. Вот, слава богу, я думаю, не знаю, может, ушей там. Я в больницу пока не обращался. Свою забастовку люди готовы продолжить как минимум до понедельника. Именно тогда, по информации СОБЛ госадминистрации, вопрос решится в Киеве. Люди ожидают решения Кабмина, которое позволит фонду госимущества, в собственности которого находится Одесский НПЗ, подавать тепло в дома жителей Шкодовой горы. Увидеть Париж и не узнать. Полицейские задержали 16 граждан Вьетнама, оказавшихся в Одессе по воле случая. Пересекая российско-украинскую границу, иностранцы направлялись в Париж. Однако перевозчики, взявшиеся за трансфер нелегалов, доставили вьетнамцев в Одессу, выдав ее за французскую столицу. На мужчин составили админпротокол, и работники миграционной службы готовят документы для возвращения иностранцев на родину. Дуэль взглядов Ломаченко выиграл у Ригонда благодаря очкам. На финальную пресс-конференцию в Нью-Йорке перед защитой чемпионского титула боксер из Акермана пришел в новом стиле. Кубинец не выдержал и первым отвел взгляд. Впервые в истории бокса сражаться за титул WBO. Во втором полулегком весе будут бойцы, которые выигрывали Олимпиаду по два раза. Билеты на бой в Мэдисон-Сквер-Гаден были распроданы еще два месяца назад. Печатки боксеров после встречи будут переданы в Международный зал боксерской славы. Одна из самых ожидаемых битв на профи-ринге текущего года начнется в воскресенье, 10 декабря в 5 утра по киевскому времени. Четвертый этап Приднепровской хоккейной лиги среди детских команд стартовал в Одесском дворце спорта. В соревнованиях принимают участие пять команд в возрасте до 10 лет со всей Украины. О турнире и проблемах развития хоккея с родителями и спортсменами пообщался Дмитрий Богомолов. В хоккей играют настоящие мужчины. Даже если на льду дети страсти бушуют по-взрослому. Название команды, которая представляет Одессу в Приднепровской лиге – «Морские волки», говорит само за себя. В первом же матче в своем логове хозяева больно покусали команду Харькова 6-0. По дублю на свой счет записали капитан Андрей Коваленко и Виталий Ульянов. Мне же помогала пятерка забыть мои голы. Поэтому я очень благодарна своему защитнику Семену. Он всегда выдаёт хорошие передачи. А я думаю, что удалось выиграть из-за того, что работали в команде. Все дружно, все собраны. Ну, всё доброе. Кроме одесских «Морских волков», в турнире соревнуются «Харьковская дружба» и хоккейный клуб «Харьков», «Криворожский Кривбас» и «Донбасс из Дружковки». Скорости и интрига в баталиях такие, что за выступлениями юных хоккеистов наблюдать не менее интересно, чем за взрослыми НХЛовцами. Учитывая, что апрельский чемпионат мира по хоккею перенесли из Одессы в Киев, возможность живую болеть за команду – цена. Несмотря на учреждение хоккейной ДЮС США полгода назад, условия аренды льда для родителей до сих пор оставляют желать лучшего. Очень сложно. Мы в прошлом году перешли на этот лед, потому что в прошлом году только открылся лед в Дворце спорта, мы перешли сюда. Цена, конечно, дороговата, мы, родители, сами только на своих плечах это все тянем. И пытаемся как-то только на своем энтузиазме развивать этот хоккей Украины, ну, в Одессе конкретно. Ну и будем надеяться, что в дальнейшем, может, с 18-го года, с января месяца уже будет какое-то финансирование с бюджета, и нам как-то будет легче, и опять же будет приплыв детей в этот спорт. И хоть апрельский молодежный чемпионат мира перенесли из Одессы в Киев, по словам руководителей городской федерации, реконструкцию Дворца спорта продолжат. Бюджет-то уже выделен. Они мотивировали тем, что мы не успеваем отремонтировать и привести Дворец спорта в соответствии с нормами, которые выставляет международная хоккейная ситуация. Поэтому мы договорились, что в марте месяце здесь будет президент Федерации хоккея мира Фазель. И если он увидит, что идут работы, которые... и что-то меняется, то мы в декабре 2018 года получим Ю-18. Сегодня мы в понедельник приступаем к туалетам, во вторник мы заканчиваем крышу, мы делаем тайник, в марте месяце мы поставим здесь стеклянные борта и здесь проведем финал чемпионата Украины среди взрослых команд. На 2018-й в планах подача новой заявки на чемпионат мира Ю-20, который пройдет в декабре следующего года. Дмитрий Богомолов, Владимир Иврич, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!